Добрый день! Все мы мечтаем о ласковом и тёплом море. Сейчас в бархатный сезон доступно Чёрное море. Оно рядом в нашем регионе. Почему его назвали Чёрным? Существует турецкая легенда, согласно которой в водах Чёрного моря покоится богатырский меч, который был брошен туда по приказу волшебника. Из-за этого моря, чтобы его выплеснуть, стало чёрным. Ещё одна гипотеза происхождения названия основывается на том, что металлические предметы, опущенные в воду моря глубже 150 метров, длительное время покрывались чёрным налётом, благодаря действию сероводорода. Ещё в этом чёрном морюшке водятся наши любимые дельфины. Два вида дельфинов. Дельфин белобочка – это наиболее многочисленный вид дельфинов на море. Их длина составляет до двух метров. Иногда они появляются среди пловцов, но при этом не причиняют им никакого вреда. И дельфин афалина. Это самый крупный представитель дельфинов на Чёрном море. Достигает до четырёх метров в длину и легко поддаётся трессировке. Дельфин афалина занесён в Международную Красную книгу. Ещё несколько интересных фактов о дельфинов. И, между прочим, самые маленькие дельфины – это морские свиньи или азовки. Между прочим, дельфины – это единственные киты, которые водятся в Чёрном море. Они же самые большие животные нашего Чёрного моря. Но это не рыбы, а млекопитающие, так как они выкармливают детёнышей молоком и дышат не жабрами, а лёгкими. Надеюсь, вы точно так любите дельфинчиков, как люблю их я, так как они очень многообразны и у них очень высокий интеллект. А всего в мире их насчитывается около 40 видов. Между прочим, самый близкий родственник дельфина является, как ни странно, бегемот. Примерно 40 миллионов лет назад эволюционное развитие дельфинов и бегемотов разошлись. Но некоторое родство сохраняется. Даже относящиеся к семейству дельфинов касатки ближе к бегемотам, чем к китам. Интересно и то, что дельфины ближе к человеку, чем к любому другому обитателю морей. Когнитивные способности дельфинов очень высоки. И учёные давно предлагают определить их как нечеловеческие личности. Похожая структура мозга к человеку и их социальный порядок. И они очень дружелюбные. Кстати, у дельфинов отсутствует практика ухаживания за самкой. И самец, когда выбирает ту или иную самку, он просто начинает морить её голодом, пока та не уступит. Ещё в Чёрном море, кроме дельфинов, огромная фауна и флора. Обитают и мидии, и устрицы, и рыбы, и метузы. Кстати, водоросли, выделяющие фосфор, приводят к свечению моря в последние недели лета. Уникальной способностью водоёма является то, что на глубине 200 метров и ниже совсем нет живых существ. В видовое разнообразие моря 250 представителей фауны. В Чёрном море, кстати, обитает смертельно опасная рыба, которая выделяет яд. И зовут её морской дракончик. Кстати, наше Чёрное море растёт ежегодно, а горы вокруг моря увеличиваются. В водах Чёрного моря обитает множество рыбы, и среди них вид такой акул – катран. Это самый большой водоём в мире бескислородного типа. Кстати, водами Чёрного моря омываются семь мировых держав. Наша Украина, Россия, Турция, Грузия, Румыния, Болгария и Абхазия. И жители этих стран могут насладиться отдыхом на нашем любимом Чёрном морюшке. Вот эти съёмки с Чёрного моря, с нашего любимого города Одесса. Это бархатный сезон, и вы сейчас ещё можете поехать в Одессу и насладиться тёплым морюшком. Это наш внук Святослав показывает вам, как здорово можно сейчас взять на прокат катамараны, которые стоят 250 гривен в час, искупаться в морюшке, походить по чистому песочку. Это пляж возле дельфинария Немо, где мы ходили, любовались дельфинчиками. Видео про дельфинчиков и дельфинарий Немо я неоднократно выкладывала, поэтому можете пролистать мои плейлисты по морю и тоже посмотреть и морюшка, и дельфинчикам. На Чёрном море располагается не только наша любимая Одесса, но и такие большие города в других странах, как Новороссийск, Ялта, Туапсе, Геленджик, Анапа, Сочи. Какой город ближе к вам, такой и выбирайте. У нас в море, в Чёрном, наибольшая глубина 2 километра 200 метров. Удивительно, но в этом Тёплом море обитают даже тюлени. Круглогодичный постоянный уровень воды на море достигается из-за отсутствия колебаний воды. При Черноморье так называют территории вокруг Чёрного морюшка. Между прочим, на северо-западе маленький участок моря сковывается льдом и замерзает. Очень большие залежи газа и нефти залегают на дни Чёрного моря и делают его очень ценным из-за этих ископаемов. Море имеет 10 некрупных островов. Кстати, будьте аккуратны. На Черноморском побережье обитают ядовитые паучки. Поэтому следите. Площадь моря 422 тысячи квадратных километров. И более 8 тысяч лет назад вместо моря на этом месте располагалось пресноводное озеро, глубочайшее на тот момент. Кстати, в Черноморском крае самое большое количество осадков и до 1500 миллиметров в год. Поэтому выбирайте себе пляж. Отличного вам отдыха! Прекрасного отдыха! Ставьте лайки! Подписывайтесь на мой канал! Это можно бесплатно, то есть даром! Всего вам доброго! Хорошего отдыха! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok